Весной прошлого года всю страну облетела весть о мужественном поступке морских летчиков, выручивших из беды десятки людей. Такие вещи, как всегда, бывают неожиданно. Это было в субботу, когда выходной день был, 12 марта. Выходной день, солнце, день солнечный. Ну, естественно, все рыбаки, очевидно, города Калининграда, в лесности, оказались на льду. В это время, в 15 часов, получил сигнал тревоги, поднять спасательный экипаж. В районе Рыбачьего образовалась льдина, эту льдину сносит, и те рыбаки, которые находились непосредственно на этой трещине, уже начали двигаться. По радио я отдал команду экипажам обследовать весь район, залив, обнаружить, определить количество людей и дать сигнал. Потому что там люди спокойно сидели с удочками, рыбачили и довольны были своим успехом. Вот нужно было, поэтому экипаж бросал в каждую группу, обошел всю, в каждую группу, и вымпил записку, что льдина оторвана, направление, движение. Ну и о том, что помощь будет оказывана, что в случае еще не будет. Трещина еще больше раздвинулась, вода черная, лед тоже такой полированный, гладкий. От воды такой туманчик, парение. И фары, собственно, искали, фары включают, фары, вертолет носом кручешь, так, поисковым фарам, вот искали, в таком положении, ее фары включают. Потому что фактически освещение-то никакого, темно, только поисковым фарам. Ну, этих работ наши летчики никогда не выполняли, так что и руководство такого мы не осуществляли из таких районов. Поэтому обстановка была несколько необычная. Они догадались разжечь костер из своих саночек, ну, что у них там было под рукой, такое горючее, они, собственно, разожгли. Выполнили заход, Лаврентьев подошел к этому костру, значит, они все дружно бросились на вертолет. Командующий был с нами на борту, он приказал руководителю полета, то есть мне и фельдшеру, высадиться сюда, на льдину. Посчитать, сколько людей, для того, чтобы определить, сколько потребуется заходов, чтобы нам взять их всех со льдин. Ну, объяснили им, что всех соберем со льдины, тем более свои летчики нас не бросят здесь. Ну, несколько паника повылеглась, льдины уже начали немножко колоться, большая льдина раскололась, были кое-где по луне, вода пошла сверху на лед. И вот с этими ракетами сигнальными мы освещали свою точку, где находились, и к нам подходить стали с других льдин. Мокрые, кто там со своим скармом, кто с рюкзачками, кто с рыбой пришел. Родина высоко оценила мужество авиаторов. Многие из участников операции по спасению людей удостоены правительственных наград. Говорит командующий авиации Балтийского флота, генерал-лейтенант авиации Павловский. Наши летчики, спасая рыбаков, терпящих бедствия, проявили, прежде всего, высокое профессиональное мастерство. Высокое летное мастерство, высокое мужество, высокие морально-боевые качества. И мне, как командующему авиации флота, приходилось только лишь в этих условиях, сдерживать наших летчиков в интересах безопасности полета.